В своем отчете о снабжании коснулся широкого спектра вопросов, но вначале глава государства выступил с сообщением о ситуации с энергоснабжением. Всем известно о проблеме, сложившейся на линии Ачгуара. Для устранения причины аварии были приобретены необходимые материалы. Оговорен переток электроэнергии на период ремонта, начатый ремонтом однаженной работы, которые велись с опережением графика. Однако, по независимым от абхазской стороны, обстоятельствам переток был завершен на 15 дней раньше запланированной даты. К сожалению, ремонтные работы в полном объеме завершить не удалось, отметил президент. В настоящее время согласовывается новый график проведения ремонтных работ, завершение которых произойдет в ближайшее время. Временное отключение электроэнергии производится для того, чтобы специалисты сумели завершить необходимые работы в отсутствии перетока электроэнергии. Аслам Жани рассказал, что за время его президентства Абхазия, как и весь мир, столкнулась с эпидемией коронавирусной инфекции. На преодоление этого кризиса были брошены все силы. Аслам Жани поблагодарил всех медиков, волонтеров, предпринимателей и неравнодушных граждан за помощь в борьбе с коронавирусом. В течение полутора лет были серьезные ограничения наших контактов с окружающим миром по всем направлениям и на всех уровнях. Несмотря на связанные с пандемией сложности, мы двигались вперед. В 2021 году впервые за послевоенные годы мы перевыполнили планы по доходам государственного бюджета. Имеются все основания быть уверенным, что и в этом году тенденция сохранится. Увеличившиеся возможности государства позволили оказать адресную помощь более чем 8,5 тысячам нуждающихся граждан. На эти цели уже направлено около 700 миллионов рублей. И государство последовательно будет увеличивать эту сумму. А сам Жанни также подчеркнул, что адресную помощь для решения различных жизненных ситуаций получили 7 тысяч граждан. Более тысячи человек получили средства на осуществление безотлагательного лечения. Более 450 молодых людей получили возможность обучения. Президент отметил, что за прошедшие годы удалось запустить целый комплекс преобразований в финансово-экономической и банковской сферах, в здравоохранении и культуре, в сфере обороны и безопасности, в судебной системе, в сфере конституционного законодательства. Главное удалось во многих отраслях справиться с негативными тенденциями и подготовить почву для дальнейшего развития. Уважаемые сограждане, все это время я чувствовал вашу поддержку. Я всегда открыт для диалога, всегда прислушиваюсь к аргументированной критике и готов обзуждать важные для республики вопросы и варианты их решения с самым широким кругом общественности, в том числе оппозиционной. Я просегал всему народу Абхазии и служу ему, поэтому и слушать я буду всех, и намерен взаимодействовать с конструктивно настроенными людьми. В стране еще много проблем, которые мешают развитию экономики. Дефицит высококвалифицированной рабочей силы, проблемы с электроснабжением, безработица, теневой сектор, ограниченность сбыта продукции. Мы работаем, чтобы создать будущее нашим детям. Наша страна должна быть комфортным, безопасным и желанным местом для жизни нашего народа. Для выведения энергосистемы из кризиса по расчетам специалиста, проведенного в 2017 году, требуется не менее 20 миллиардов рублей. При том, что доля собственных средств в государственном бюджете составляет всего 6,5 миллиардов рублей. Выход из сложившегося за долгие годы энергетического кризиса потребует глубоких реформ в отрасли. Привлечение десятков миллиардов рублей. Но главное условие должно оставаться неизменным. Это сохранение ключевой роли государства в управлении энергетической системой, отметил Аслам Жаня. Государством проводится полномерная работа по обеспечению охраны общественного порядка, организации предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, обеспечения безопасности дорожного движения и других видов правонарушений. Следует отметить, что за отчетный период наблюдается рост раскрываемости как преступлений общеуголовной направленности, так и тяжких и особо тяжких преступлений. Президент особо отметил, что такие тяжкие преступления, как похищение людей с целью выкупа, больше не являются частью нашей повседневной жизни. Резко сократилось количество разбоев и грабежей. Государственные служащие не являются неприкосновенными лицами с иммунитетом от проследования за провышение должностных поломочий, в том числе в коростных целях. Доказательством этому является уголовное преследование некоторых теперь уже бывших министров и руководителей государственных компаний и учреждений. Закон в нашей стране един для всех. Для качественного изменения ситуации в деле противодействия коррупции необходимо внести изменения в часть нормативно-правовых актов Республики Абхазия. Соответствующие законопроекты направлены мной в Народное собрание Парламент Республики Абхазия в сентябре 2021 года. Надеюсь, в ближайшее время они будут приняты. Отдельно хотел бы обратить ваше внимание на вопрос обеспечения безопасности дорожного движения. Это очень волнует нашу общественность. В 2019 году в Абхазии было зарегистрировано 42 тысячи транспортных средств. И это без учета находящихся в стране иностранных транспортных средств. То в настоящее время это количество составляет 68 тысяч. Налицо существенное увеличение дорожной нагрузки. При этом за 10 месяцев текущего года в ДТП погибло 56 человек. Так же, как и в 2019. При расчете коэффициента летальности от дорожной нагрузки мы наблюдаем сокращение относительного числа смертей в ДТП на тысячи автомобилей. Это 1,3 в 2019 году и 0,81 по состоянию ноября 2022 года. Но при этом фактическая смертность на дорогах не изменилась. Снижение относительного количества погибших не должно вводить нас в заблуждение. За данными коэффициентом увеличение количества автомобилей. А возросшая дорожная нагрузка выплеснулась в увеличение дорожно-транспортных происшествий на республиканской трассе. Несмотря на проведенную большую работу, а за отчетный период сотрудниками ГАИ выявлено 69 тысяч правонарушений, принятых мер для радикального прелома этой тенденции оказалось недостаточно. Президент также подробно рассказал о проделанной работе и достижениях в сфере культуры, спорта, образования, экономики, туризма. Далее глава государства ответил на вопросы граждан, которые они прислали на электронную почту. После выступления президента, присутствовавшего на встрече, поделились своим мнением. Как я понимаю, он перешагнул за экватор своего президентского срока. Ровно половина пути пройдена им. И особенное внимание я бы уделил озвученной им статистика по направлению органов внутренних дел. Хотелось бы, конечно, чтобы эти цифры были еще более впечатляющими, но, как сказал президент, не все сразу и все по чуть-чуть. Также в плане энергетики мы получили цифры расходов по тем же линиям электропередач, трансформаторы, фидеры и так далее. То есть расходы колоссальные. Но нам, мне и гражданам всей страны было бы интересно, какой эффект дали бы эти деньги, потраченные на борьбу с COVID-19. Конечно, это колоссальные деньги, свыше миллиарда рублей, насколько мне представляется. Это, конечно, деньги, которые могли бы принести большую пользу и в области спорта, и образования, культуры и так далее. Но, к сожалению, получилось так, как получилось. То есть, исполнительная власть работает, может быть, не без изъянов. Есть, наверное, где-то недочеты, которые также не отрицает руководство нашей страны. Но нельзя сказать, что абсолютно все плохо и нет никакого движения вперед. Есть, но хотелось бы, чтобы более поступательное это движение было. И думаю, что мы все, граждане Абхазии, должны как-то сплотиться и делать одно полезное дело для нашего общества. Отчет был очень объемным, подробным. И, знаете, много чего нового узнали. Мы же не так информированы, что в каком уголке Абхазии, что делается. А делается много. Делается, совершаются хорошие дела. Закладывается фундамент под интересные проекты. Аэропорт скоро должен заработать. У нас проблемы со светом решаются. Решаться, решаться. Не все в одночасье решается, но решится. Тем более, надолго без света людей, население не оставят. Интересно было очень. Мне было очень интересно услышать все, что я сегодня услышала. Я с хорошим сердцем, с хорошим настроением, с хорошим позитивом ухожу отсюда. Есть надежда на скорую, на хорошие планы, на осуществление этих планов. Вместе с правительством наш президент будет двигать Абхазию вперед. Аслам Жанни поблагодарил всех участников встречи, а также граждан, приславших свои вопросы. Глава государства подчеркнул, что встречи подобного формата еще состоятся. Алика Травш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.